Если вы хотите узнать историю Мелитополя, вам, конечно же, Краеведческий музей. Здание, которое мы сейчас видим, где находится музей, историческое. Оно было построено в 1913 году купцом Черниковым, который после революции эмигрировал в Францию. Здесь располагались различные штабы, комендатуры и т.д. И только в 1967 году здание было передано музею. Сначала, конечно, как мы видим, здесь экспозиция природы местной, флоры и фауны. Да, мне, конечно, очень нравится вок с зубами щелк, который мы дальше увидим на видео. И который смотрит на очень большую свинью, которая находится напротив него. Свинья весит, я не знаю, наверное, килограмм 300-400. И такое чувство, что вок хочет показать, да, вот этот вок, что я тебе сейчас хочу съесть. Да, вот это вот свинья. Ну, дальше в музее мы видим очень много таких панно небольших. Очень даже, кстати, симпатичных, которые показывают и рассказывают о природе края. Ну, и дальше мы и начинается история. Хочу затрить ваше внимание вот на этом стихотворении, под которым находится бивни мамонта. Я прочитаю, кстати, этот стих, написал его Евгений Евтушенко. Называется он «Последний мамонт». Ну, а вы пока смотрите видео, да. Ступал он трудно по отрогу над ледовитой урекой. Их было раньше гордых много, и был последний он такой. Не раз испробованный в буре, сегодня сдал он как назло. Ему от стрел торчащих в шкуре внезапно стало тяжело. Он затрубить пытался слабо, чтоб эхо вздрогнуло вдали. Но повалился с хрипом на бок, и стрелы глубже в бок вошли. Уже над шкурой кто-то трясся, и занимаясь дележом, умело кто-то резал мясо тяжелым каменным ножом. Узнали люди эти, если что мамонт грозен и суров, потомкам будет интереснее всех исполнительных слонов. И что испытанное в битве, когда мчался на пролом, еще не сдавшиеся бивни, хранится будет на стеклу. Конечно, это не бивни последнего мамонта, но стихотворение, тем не менее, очень печальное. Ну, что еще интересное из музея, мы видим здесь на видео, скажем так, образцы культуры и быта различных народов, которые жили и живут на территории Мелитопольского края. На территории, скажем так, Мелитопольского уезда жило очень много и нанайцев, и болгар, и евреев, соответственно, русских, белорусов и так далее. То есть, очень многоценно, национальный регион. Также здесь есть несколько экспозиций, показывающих быт мещан Мелитополя. Это конец 19-го, начало 20-го века. Ну, и, конечно же, экспозиция, которая посвящена событиям Второй мировой войны. Натуральное место здесь, конечно, занимает диорама освобождения Мелитополя от немецко-фашистских закладчиков. Ну, и очень много других экспозиций.